Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым, я тот художник, который может обидеть каждого. Это вранье, что Зеленский не убежал. Он давно убежал. Мало того, Зеленский не просто убежал, а еще и вернулся Янукович. Убегая, Зеленский вернул Януковича. Причем Зеленский убежал еще до начала полномасштабной агрессии. Зеленский убежал, не дожидаясь нападения 24 февраля. Он убежал раньше и вернул Януковича вместо себя. Потому что Зеленский давно перестал исполнять свои президентские обязанности. Он передал свои полномочия, что запрещено Конституцией, Ермаку. Де-факто Зеленский убежал, а Ермак стал на его место и исполняет функции президента Украины. Зеленский трусливо сбежал. Очень быстро, после того, как он стал президентом, он не смог справляться с президентскими функциями. И делегировал их, не имея на это никакого права своему окружению. Зеленский торгует своим шмыгальничком, вежливо говоря, ермакальничком. На самом деле он исключительно формально тусит в администрации президента, а страной управляет, все контролирует и ни за что не отвечает Ермак и его ставленники. Поэтому у нас давно вернулся Янукович. Принципы, по которым руководят страной, это принципы Януковича. Когда с дур люди проголосовали за Зеленского, они не представляли себе, что они возвращают Виктора Федоровича. Можно долго изгаляться и говорить, что вот Янукович, дескать, убежал, Зеленский, дескать, не убежал. А что было бы, если бы наоборот не убежал Янукович и убежал Зеленский? И так ведь на самом деле и произошло. Потому что убежал-то Зеленский. По факту его нет. И когда американцы говорят об этом колоссальном воровстве, и наши союзники говорят о том, что страна разворовывается по-Януковичевски. Потому что Межигорье – это детский сад. Потому что Саша Янукович – это детский сад. И все вот эти вот убежавшие регионалы, они никогда так не крали, как окружение Зеленского. Мало того, ведь когда воровали регионалы, у нас не было войны с Россией. То есть, грубо говоря, они ворьё мирного времени. Да, это было в преддверии войны, но это было воровство в мирное время. Время Зеленский привёл в воровство в военное время. Зеленский войдёт в историю тем, что он во время войны организовал в стране, поспособствовал своим бездействиям. А бездействие – это тоже юридически, это действие. То есть, это ваше юридическое действие, за которое следует наказание, если это преступное бездействие. Так вот, Зеленский совершил целую кучу и преступных бездействий, и преступных действий. Потому что всё, что натворили люди, которых он привёл во власть, это следствие того, что Зеленский отказался исполнять свои функции как президент. Зеленский отказался быть гарантом Конституции. Потому что всё, что он делал – это надругательство над Конституцией и юриспруденцией. Когда он сажал рифмастера, он вышел на пресс-конференцию и возглавил этот бред. Он сказал, что рифмастер – убийца, и Зеленский отправил фактически рифмастера в тюрьму. Личным своим распоряжением. Какой же он гарант Конституции? Он гарант издевательства над Конституцией. Зеленский лично дал команду снять танковую бригаду. Кстати, можете у Арьева посмотреть. В его закрытой зоне депутат Арьев дал запрос в Министерство обороны. Дали документы, подтверждающие. Зайдите к Арьеву, посмотрите. Да, танковую бригаду, которая должна была защищать Киев с севера, Зеленский приказал убрать, поменял на битум, который дал Лукашенко для великого кротивництва. Зеленский лично провалил операцию по поимке вагнеровцам. Зеленский убежал от ответственности и назначил Баканова. А Баканов назначил прямых агентов ФСБ, причем целой бригадой. Поэтому Зеленский убежал от ответственности. И ОПА президента, то есть администрация президента, она запрещала взрывать мосты. И враги шли по этим мостам. И сегодня они всячески пытаются это замалчивать. Они готовились встречать врага. Де-факто. И только вот это абсолютно для них неожиданное сопротивление украинского народа смешало им все карты. Они теперь судорожно пытаются переметнуться и стать на стороне победителя. Они никогда, никто из них, из команды Зеленского, и прежде всего он сам, не участвовали в Майданах. Они никогда не имели проукраинской позиции. Они всегда, все, и Татаров, и Ермак, и Зеленский, и остальные имели жесткую антиукраинскую позицию. И они убежали от ответственности перед войной, чтобы открыть глаза и увидеть. Весь мир их предупреждал. Грядет война! Но они сделали все, чтобы погибло максимальное количество мирных жителей. Чтобы наши военные оказались в максимально невыгодной ситуации. Зеленский прежде всего убежал от ответственности, от своих обязательств прямых в Конституции прописанных. Зеленский просто убежал от нас всех. И то, как от нас убежал Янукович, даже не было такой подлостью, как бегство от нас Зеленского. Сегодня Зеленский имитирует, что он остался. Он имитирует приверженность украинским идеалам. Он просто сегодня, вследствие инстинкта самосохранения, вместе со своей командой, хотят прибиться к стану победителей. Но прекратить воровство они не желают. Они возглавили систему разграбления, причем систему бесконтрольную. Такой бесконтрольности не было ни при ком. Ни при Порошенко, ни при Януковиче, ни при Кушме, ни при Ющенко. Они единственные, кто могут контролировать себя и, естественно, не собираются этого делать. Они возглавили и организовали грабеж. Они удрали от выполнения своих обязанностей и фактически сегодня, благодаря Зеленскому, в стране цветет махровый Янукович. Потому что то, что делает Ермак, это чистый Янукович. И все вот эти вот татаровые, все вот эти вот его помощники, они точная копия Виктора Федоровича, только более карикатурная. Поэтому, друзья мои, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, напишите, что вы думаете в комментариях, распространяйте это в соцсетях. Они узурпировали свободу слова и отобрали ее у украинцев. И наша с вами миссия важна. Она первостепенно, нам надо доносить это до друзей и знакомых. Максимально распространять эту правдивую информацию и влиять на общественное мнение. Общественное мнение – это величайшее дело. И я ни на секунду, как и вы, не сомневаюсь в нашей победе. Потому что победа будет за нами. Прежде всего потому, что за каждым, персонально за каждым из нас обязательно не заржавеет. Продолжение следует...